Доброе утро, Ариэль. Доброе утро. Сегодня у нас с вами 7 мая 2024 года. В Кремле начинается инаугурация президента Российской Федерации великого Владимира Владимировича Путина. И Россия, и весь мир смотрят на это событие. И чтобы вы связались с этим событием, как вы думаете, насколько это важное событие для всего мира? Ну, для мира всего это событие. Я не могу сказать, насколько оно важное для всего мира, но это, конечно, событие. Но оно, конечно, очень важное для россиян, для украинцев и для Европейского Союза. Потому что главная угроза Путина, она нависание над всей Европой. Потому что Путин сейчас находится на развилке. По сути, да, это как... Ну, я не хочу его сравнивать с какими-то там персонами историческими, но все это и так понимают. И это очень похоже на то, что было в преддверии Второй мировой войны. Для Европы. В первую очередь для Европы. Потому что все-таки это Вторая мировая война. Это, прежде всего, была глобальная европейская война. Ну, участвовала и Япония, участвовала и Турция, участвовали Соединенные Штаты, и Африка, и Ближний Восток. Все участвовали. Но для Европы это была просто катастрофа для многих стран. И то же самое происходит и сейчас. Путину терять нечего. Путину как таковому терять нечего. И я, опять-таки, не вдаюсь. Это двойник, тройник. Это неважно. Здесь не физическое тело, которое имеет значение. Здесь идет о Путине как речь об исторической личности. Вот Сталин при всех его отрицательных чертах которые у него, безусловно, были. Он все-таки вошел в историю как человек, который победил нацизм. Потому что если бы был какой-то мягкотелый Хрущев или там Брежнев какой-то вместо Сталина то еще вопросы либо победили. То есть это вопрос. А вот Сталин смог. У него был стержень, и он смог перебороть Гитлера. Психологически, в первую очередь. Так а Путин тоже может войти? Как человек, победивший. То есть нацизм в Украине. Он же с этим лозунгом вышел. Да, вопрос, или он при этом похоронит всю Европу. Понимаете, когда Гитлер и Сталин воевали, у них не было ядерного оружия. А у Путина оно есть. И тактическое, и стратегическое. И чем это может закончиться, непонятно. То есть это может закончиться уничтожением целого ряда стран Европы просто на 300 лет. Эти страны будут уничтожены не на 10 лет с восстановлением, а они будут эти земли отравлены, уничтожены и сожжены на 300 лет вперед. Вот в этом заключается разница глобального масштаба. И Путин, насколько я понимаю, вот эту историческую фигуру, которую мы наблюдаем, это уже совсем не тот Путин, который был... Вот я работал в Москве с 2014 по 2020 год. Шесть лет. Все это было правление Путина. Это был совсем другой человек. То есть тогда он был больше похож на человека. У него решения были мягкие. Он пытался договориться с Западом. Он выстраивал бизнес-отношения. Конечно, они там все воровали, и все это понятно. И коррупция, и все дела. И выборы подтасовывали. Но это было все равно в рамках игры людей. Это была человеческая игра. А то, что мы видим сегодня на шахматной доске мировой политики, это уже не люди. Вот это однозначно. И Натаньягу, как премьер-министр Израиля, и Путин, они не люди. То есть там души человеческой не осталось. У этих обоих товарищей там ничего человеческого внутри не осталось. И поэтому они могут повернуть историю в самое худшее русло, которое мы можем себе представить. То есть мы можем оказаться завтра выживающие в канализации, рыскающие по развалинам, ищем банку с тушенкой. То есть вот это может быть альтернатива для многих миллионов и десятков миллионов людей, а то и сотен миллионов. Вот жить в канализации и сражаться за каждую банку тушенку. Это же ужас. Вот фантастические эти все постапокалиптические романы, которые когда-то читали и смотрели фильмы. Вот это все может у нас сейчас материализоваться. Если что-то пойдет не так, и как бы шансы, они очень высокие. Поэтому я считаю, что инаугурация Путина – это сатанинский акт. Это сатанинская мистерия. И Путин не является великим белым царем-освободителем России, возрождением России. Это должна быть совсем другая личность по масштабу и по качествам своим. И я верю, что этот царь еще придет. То есть он точно придет после Путина. Ну вы оптимист. Ариэль оптимист просто. Ну без этого как бы без оптимизма. Нам только тогда в саванн. Надо укутываться в саванн и ползти на кладбище. А что еще остается? Вот. Но я думаю, что после Путина, возможно, будет какой-то переходной период. Да, там без власти, без времени. И потом придет вот этот русский царь. Мы узнаем русского царя сразу. Вот настоящего русского царя мы узнаем сразу. Потому что первое его решение, или одно из первых его решений, станет изгнание сионистской хунты из России. То есть он уберет всех этих Чубайсов, Абрамовичей, вот этих всех личностей, которых все знают. Они же открыты. Они же старые, они и так уже помрут. А Путин готовит своего сына, которого он не объявляет, никому не показывает. Он готовит его на престол. Под другим именем он войдет в российское... Не, ну все же будут знать, что это сын Путина. Нет, это шансов ноль. Если бы сыну Путина было сейчас бы лет 38, то я бы с этим... Это был бы шанс. А сыну Путина сегодня сколько ему там? 14 лет, 13 лет? С 2008 года он рождение. 2008 год. Значит, это получается 16 лет. Ну, это не шанс. Нет, нет шансов. Через 5 лет это будет... Нет, нет, нет. Российский президент, это должен быть человек в таком хотя бы возрасте, ну я говорю там под 40 лет, хотя бы 38-37 лет. Ну, никак не меньше. Это не воспримется. Это раз. Во-вторых, элиту будут все равно делить и пилить. И все это тоже понятно, что это будет. Вот, потому что с этим устройством никто не согласен. И кто вырежет саму элиту? Это прежде всего сами чекисты, как это всегда бывало. Конечно, конечно, правильно. Поэтому все эти полковники, как они там называют их, черные полковники, они возьмут в какой-то момент, они возьмут контроль и власть. Путин, его хватит инфаркт, инсульт, неважно что, но он станет недееспособным. И в ту же минуту чекисты возьмут власть, генералы возьмут власть, и там притят пух и перья. И будет какой-то, конечно, период социального хаоса и политического хаоса. И если это удастся удержать контроль над ситуацией, то есть это не скатится в какую-то войну гражданскую, то есть шанс, что через полгода после смерти Путина придет вот этот новый лидер. Это будет совсем другого порядка лидер. То есть его сразу узнают, вот сразу поймут, что вот это он. Потому что он запретит судный процент. Это я вам точно говорю. Этот человек запретит судный процент. Вы прямо как кремлевский мечтатель, Ариэль, про судный процент. Нет, потому что это как бы требование, это требование исторической справедливости. Потому что судный процент – это тот же самый корень, что и все мировые войны. То есть это корень всего экономического зла, всего рабства. Вот весь голод на планете – причина в судном проценте. Мы могли жить практически без голода. Ну, вообще это исключить невозможно, потому что иногда бывает засуха, иногда там гражданская какая-то война, всякие могут быть острые ситуации. Но они очень локальны. Но в принципе голода не должно быть на планете Земля при наших технологиях, при наших возможностях. Но оно есть. И причина голода только в судном проценте. Потому что все проекты в Африке по пищевке, по сельскому хозяйству нерентабельны из-за судного процента. Я это знаю человек, который проработал 7 лет в компании, которая 42 года занималась сельским хозяйством по всем континентам, буквально. И в Африке она работает с 85-го года во многих странах. Поэтому я вот абсолютно отвечаю, что называется, за свои слова. Вся проблема голода в Азии, в Африке, в Латинской Америке, там, где это есть, это только проблема судного процента. Уберется судный процент, будет решена 80% проблем человечества. И поэтому Путин, он пережит от прошлого. И это, я знаете, как называю инаугурацию Путина? Это инаугурация мертвеца. Корону Российской империи одевают на голову ходячему мертвецу. Потому что с точки зрения истории, Путин это уже политический труп. Вот и все. И Байден тоже труп. И Байден тоже. Они все мертвые люди, которые стоят у власти. Совершенно верно. И Байден уж точно тоже ходячий мертвец. И вот это все поколение, оно должно сгинуть. Вот не просто так провидение собрало всех этих бледей, расставило на места в один момент, чтобы весь мир как бы это понял, осознал. И одним таким порывом, и как раз таки вот пропалестинские, вот эти вот, которые происходят сейчас в Америке, марши, да, несогласных, которые вывели миллионы людей на улицы, они не столько пропалестинские, они против старой системы, против старых лидеров. Поэтому я их поддерживаю. Хотя они как бы выступают против еврейского государства, но я их не поддерживаю, потому что они выступают против Израиля. А я их поддерживаю, потому что они выступают против старой системы. Если им удастся сковырнуть вот эту старую систему, это будет для человечества огромный плюс. Старая система сковыривается только революциями. Революция – это кровь. Кровь – это жертвоприношение. И это бесконечный вот этот круг сансары, колесо сансары, которое мы никак не можем разорвать. Человечество глупо живет, глупо и законно, глупо управлению человечества. Вот смотрите, вы сейчас про Путина, про инаугурацию. А что у нас дальше идет? А дальше у нас идут, чем можно систему разрушить? Ядерными взрывами. Так ведь? Да. Это Путин, это самый простой инструмент для Путина. Вот после инаугурации, когда он получает всю полноту бюрократической власти, это то же самое, знаете, на что это похоже? Инаугурация Путина сегодня – это как поджог Рейстага нацистами в 1933 году. Когда они после поджога Рейстага уже взяли власть в руки окончательно. Вот это точно одна и та же ситуация. Да, да. Это очень похоже. Но это ситуация, которую диктует то же самое еврейское правительство. Что было такое поджог Рейстага? Это приход еврея Гитлера к власти, да? У нас это еврей Сталин пришел к власти. Система еврейская, вот сионистская, она опять начинает работать. То есть сионизм, он держит весь мир в руках. Бедный тот еврейский народ, который все равно пострадает. Вот вы говорите, он там переселится куда-то в Украину. Он прежде пострадает. Конечно. Потом, только через 50 лет можно будет в Украине жить, в конце концов. Вот это самое важное. Но произойдет по библейским событиям, должно произойти процесс, который называется отделение зерен от плевел. И этот процесс, он должен пройти через многие народы и национальности в мире. То есть вот разделение на людей и нелюдей должно произойти по всему миру. Расслоение. Но начало будет положено как раз таки с еврейского народа. Поэтому, конечно, пострадает. Потому что есть хорошие евреи, которые как бы за прогресс и за гармонию, и за хорошие отношения с другими народами. И есть сволочи и убийцы. Это Натаньягу. Это же его, это же не только Натаньягу. Это его министры, это его депутаты, это его чиновники. Это, в конце концов, треть народа с ним. Вот реально, если по цифрам посчитать, ведь есть три части народа. В любой стране есть три части народа. Кто эти люди? Те, кто голосуют за власть. Те, кто голосуют против власти. И молчаливое большинство, которое не ходит на выборы. Их голоса могут вбрасывать, не вбрасывать. Но, в принципе, вот эти три части, они есть во всем народе. Так вот, если Натаньягу пересчитать по голосам, это получится ровно 30% населения Израиля. Потому что совокупно они получили 2 миллиона голосов. А в Израиле 10 миллионов жителей. Так 33 серебряников. Да, они получили 30 серебряников своих. Совершенно верно. И вот Натаньягу, поэтому я выступаю и полностью поддерживаю, что должен быть международный уголовный трибунал, суд, да, вот этот. Значит, выдать ордера на арест Натаньягу и всех его министров. Это обязательно надо сделать. Мало того, как только это произойдет, я это точно знаю, я общаюсь с этими людьми. Я общаюсь с отставными генералами, с ветеранами спецслужб, причем разных. Как только будут выданы ордера на арест Натаньягу и министров, будет военный переворот в Израиле. Сто процентов. Он не будет с выстрелами. Просто генералы выйдут и скажут, мы прекращаем исполнять приказы этого преступного правительства. И выдадут их под суд в Гаагу. Это тут же произойдет. Евреи, они умные. Они своей шкурой рисковать не захотят. Генералы уж точно не захотят рисковать своими шкурами ради Натаньягу. Ну, большинство. Кажется ли вам, Ариэль, что все-таки еврейский народ, вот руками самих там правителей, которые сегодня сидят, готовятся на заклание? Ведь, как говорится по Библии, убей там сына своего, да? Помните, какого-то сына там приносили в жертву. Вот то же самое. Натаньягу может принести свой еврейский народ в жертву изначально. А это что значит? Что в Израиле также будет война? Будет. Нет, в Израиле точно будет война. Это даже не... Она уже идет. Она уже идет в горячей фазе. Но понимаете, в чем дело? Зависит ведь, во-первых, от ее масштабности в любом случае, да? Погибнут тысячи или погибнут... Вот сейчас в Израиле погибло две с половиной тысячи, да? Включая все события, там около двух с половиной тысяч. Значит, плюс там пострадавших тысяч десять, допустим, я округляю. Вот. Но могут погибнуть двести тысяч, а могут погибнуть шестьсот тысяч. Но это же все разные масштабы. Поэтому то, что будет война и будут десятки тысяч погибших, я не сомневаюсь, и сотни тысяч пострадавших. Главное, чтобы это не были на порядке более высокие цифры. Это раз. Во-вторых, Натаньяу точно готов принести в жертву евреев самих. Где мы это видим? Что он торгует кровью заложников. Этот подонок, ему уже десять раз предлагали разные варианты. Он же специально выкручивается и постоянно извивается, как уши на сковородке. И даже, я еще раз говорю, глава Масада и глава Шабака, которые участвовали во всех переговорах, они физически ездили на встречи в Катар, и в Доку, да, в Катар, и в Египет. Много раз, это даже не одна-две поездки, это уже пять, шесть, семь, восемь поездок, сколько у них было. У них, они диву даются от тех, значит, распоряжений, которые дает Натаньяу. Он им дает каждый раз противоречивые распоряжения. То два шага вперед в переговорах, то два шага назад. И они не имеют права, у нас все-таки координация, она жесткая, да, до сих пор. И они не могут открыто критиковать премьер-министра, да. Но если бы они могли, они бы его уже сами застрелили. Поэтому они ждут момента, и этот момент рано... Во-первых, мы видим, как Соединенные Штаты периодически уже маячат Натаньяу, что ты сошел с ума, что ты госдеп уже официальный, и Блинкин, и Салливан, и все они говорят, товарищи, с Натаньяу происходит что-то не то, у него какое-то помешательство, у Байки, у них тоже свой ненормальный президент. Но и Натаньяу, он ненормальный. Поэтому он, понимаете, он не хочет ни мира, ни войны. Если ты хотел воевать, то весь сипур, вот то, что на иврите называется, да, вся вот это дело с газой, можно было закончить за три месяца. Ну, за четыре месяца максимум. А он, собака, это делает таким образом, чтобы кровь пускать по чуть-чуть. Он этих палестинцев в газе, да, он их по чуть-чуть убивает. Он их как колбасу на мелкие кусочки. Ты хотел брать рафах, чего ты ждал три месяца, мучил их, голодом морил. Уже бы взял бы этот рафах в феврале. Зачем вот эти четыре месяца мы сейчас торговались? Только погибли наши заложники, только гибнет больше гражданского населения. И плюс он портит кровь всему региону и американцам, нашим союзникам. Он спрашивается, для чего это делается. Да, власть потеряет тогда. Он же потеряет власть, если только начнется перемирие и мирная обстановка. Правильно, вы правы. То есть, получается, он за удержание своего кресла приносит в жертву и евреев, и палестинцев, и отношения с американцами, и с Великобританией, и с Евросоюзом. То есть, он готов всех похоронить. Это, знаете, на иврите есть такое выражение. Это из 80-х годов. В кибуцах были пабы. Ну, бары такие небольшие местные, локальные. Они выглядели как техасские такие вот забегаловки. И туда не пускали некоторых людей. У кого цвет кожи не был достаточно светлым, это я вам говорю про 70-е годы, 60-е. Их не пускали. Так что они делали, это называлось Муадон, клубы, клубы эти, деревенские клубы, ну, кибуцные, да. Там дискотеки проходили, выпивали дискотеки. И вот темных они не пускали. И они те злились, значит, что их не пускают. И они сжигали эти Муадоним. Они бросали бутылки с зажигательной смесью. И, мол, меня не пускает, так гори оно гаром, синим огнем, все. Вот Натаняу, он ведет себя ровно так же. Но это подходит 18-летнему дебилу. Но это не подходит премьер-министру, которому 70 лет. 17-летний дебил может бросить бутылку с зажигательной смесью. А 70-летний премьер-министр, который уже 25 лет премьер-министр, он же такого делать не может. И от этого все страдают. Поэтому, я еще раз говорю, я призываю... Ну, понятно, что мой глаз – это глаз вопиющего в пустыне. Тем не менее, я посылаю эти энергии, чтобы на эфирном плане Земли это отразилось и сошло в умы тех, кто принимает решения. Вот в этом моя главная задача. Поэтому я инвальтирую, я внушаю. Нужно выдать арест Натаньяу и всем его министрам. Запретить и призвать и обозначить все партии, которые составляют сегодня коалицию Натаньяу, фашистскими партиями. И всех отдать их под суд. Включая всех чиновников и депутатов. Это надо сделать обязательно. И народ Израиля это поддержит. Большинство народа Израиля это внутренне поддержит. Что мы избавимся от этой всей мрази, от этой всей вороватой падали. Вот. А российскому народу в день инаугурации мертвеца Путина я хочу пожелать, конечно, терпения. Вот. И, ну, чтобы они просто все не погибли в этом кровавом замесе, который там планируется сейчас. А он будет большим, как мы и говорили, с участием Молдовы, с участием Беларуси, Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии и Чехии. Вот эти все страны будут гореть в огне, будут гореть огнем. Но в этом будут еще участвовать и французы, и немцы, и шведы, и Великобритания. Это уже все понятно. Уже все и все игроки на шахматной доске, они уже определены. И каждый, знаете, что сейчас делает? Сейчас каждый ставит ставки, сколько жертв своих сограждан он готов принести. Все эти шольцы, Макроны, шведы и прочие, они вот буквально, как у крупье на столе, они ставят ставки. Вот сколько жетонов, сколько десятков тысяч или сотен тысяч своих солдат они готовы принести в жертву молоху войны. Вот это то, что сейчас процесс, который происходит. И Натаньяу делает то же самое с жизнями солдат Цахаля. Потому что гибнет кто? Я каждый день читаю, вот я каждый день. У меня сейчас работа такая, я до двух ночи вот медицинскую эту часть охраняю, стратегическую. И у меня есть время, я сижу в этом бункере, и я читаю вот эти имена ребят, которые каждый день погибают. Это же все 18-летние, 23-летние. У них маленькие дети, там, два годика, три годика. Это молодожены в Израиле поздно женятся, поэтому человек там 28 лет, у него там грудные дети остаются. Вот это они гибнут. Это вот те, у кого все будущее впереди. Натаньяу их приносит в жертву этот подонок. Вот. Поэтому я и говорю, что это преступник. Натаньяу это международный преступник, которых мало. Я думаю, что со времен какого-нибудь там Едидия Амина, который каннибализмом занимался. Ну вот Натаньяу это его достойная, значит, спарринг-партнер в этом плане. Он превратился в этого упыря, он не был таким. В этом-то все и дело, что Натаньяу 90-х и начало 2000-х, это совсем другой Натаньяу, который сегодня убивает людей, и Путин, который сегодня убивает сотни тысяч своих солдат, украинцев. Это другой совершенно Путин. У них как бы душа находится уже за экраном тех сущностей, которые их контролируют. Это уже не люди. Это во всех отношениях уже не люди. Поэтому инаугурация это страшное дело. Да, Натаньяу и Путин это же друзья. Они дружат. Они столько лет дружат. И вот сегодняшнее событие, когда Путин проходит инаугурацию, она все-таки на мировое событие повлияет с точки зрения желания взорвать весь мир, чтобы остаться у власти? Повлияет. Оно, безусловно, повлияет. Путин с вот этой инаугурацией. Я вот в моем личный анализ ситуации, опять-таки, это мой анализ. Я аж не предсказатель, да? Я не ясновидящий, но мое предположение такое. Если после инаугурации в течение двух недель Путин начнет массированную атаку на Украине, неважно на каком направлении, на Харьков, на Одессу, на оба вместе, если Путин в течение двух-трех недель, неважно, четырех недель, в ближайшее время начинает вот эту массированную атаку, это четкий знак того, что он готов спалить, сжечь пол Европы. Всю Европу не отвечаю, потому что он тоже любит Куршавели и Альпы, да, и все его окружения это любят. А вот сжечь Польшу, Румынию, Болгарию, это для Путина все равно, потому что он в Польшу на отдых не ездит, и в Болгарию он на отдых тоже не ездит. Поэтому горе они с синим огнем, он готов их будет уничтожить. И Прибалтику туда же, и Чехию туда же, это у него как бы дилемма никаких не возникнет. Вот это сто процентов. Ну а пострадает Молдова, Беларусь, сто процентов. Воронеж, Курск, эти все города будут тоже уничтожены в качестве ответной меры. Вот. Вполне возможно, что Путину это хорошо. Но тут зависит еще от сил провидения. То есть готово ли провидение принести в жертву европейскую цивилизацию. И здесь мой ответ скорее да, чем нет. К сожалению. Но таков ответ. Европейская цивилизация, понимаете ведь в чем дело? Что с точки зрения божественной, это смешно, да, потому что в такой материи никто не говорит. Я не слышал ни одного политолога или аналитика, который говорит с точки суперпозиции божественных миров. Но тем не менее они определяют. Мы как муравьи, как жуки-навозники, копошимся вот в своем этом самом, в куче навоза. А определения дают, задают тон миры духовные и миры высокостоящие, которые как бы предопределяют наше бытие. Так вот, с их суперпозиции европейская цивилизация, она выполнила свою миссию. А если она выполнила свою миссию, она должна освободить путь новому. Точно так же, как старое дерево умирает, и на его месте вырастает 20 новых побегов. То же самое старая цивилизация погибает, и на ее месте возникает что-то новое. Так вот, европейская цивилизация с точки зрения духовной и с точки зрения божественной, это немножко разные углы мироздания, она действительно объективно закончила свою... Она полностью выродилась, потому что они отказались от своей истории, от наследия. Они как бы полностью прошли все этапы развития. Они дали миру науку, они дали миру искусство, они дали миру лидеров. Ну, много-много чего, да, вот всяких изменений структурных, да, научных, всяких разных. Балет, театр, неважно, ну, это и в Китае было, но, тем не менее, Европа была здесь доминирующей. Но все, и она выродилась, она извратилась, она отказалась от всех принципов, от всех как бы моральных ценностей и превратилась в такое аморфное болото социальное. Что такое сегодня Европа? Это аморфное социальное болото. То есть идет процесс гниения, разложения и гниения социального организма, суперорганизма под названием Европа. Он уже гниет. Это как, опять-таки, возвращаясь вот к этой аллегории, что это ходячий труп. Путин – это ходячий труп, Байден – это ходячий труп, Натаньяу – это тоже ходячий труп. И эти ходячие трупы своими костлявыми лапами хотят нас утащить, всех нас утащить вместе с собой в могилу. И вот этому мы должны противостоять. И Международный трибунал – это как раз-таки хорошая организация, которая может помочь нам этому противостоять. И то же самое. Люди должны. Я надеюсь, это так и будет происходить. Молодежь это понимает. Поэтому в Европе будут протесты. В Европе будут бунты социальные, гражданские. В Америке будет то же самое. Протесты и бунты. И, скорее всего, на Ближнем Востоке, во всех этих старых монархиях тоже. Это все захватит бунты, протесты молодежи, которые недовольны. И в Израиле то же самое происходит. Каждую неделю стычки с полицией. В эту субботу жгли дороги, перекрывали дороги. Идут постоянные… Это уже дошло до уровня вот такого жесткого противостояния. И это будет только нарастать. Потому что молодежь, новое поколение, оно не хочет вот этих вот пережитков прошлого. Да, вот этих всех неадекватных политических лидеров, которые живут 50-летней какой-то историей непонятно. И это же не только у нас. Это везде. Таджикистан все эти лидеры, да, которым по 80 лет. Ну, это маразм. Просто маразм. А какое они могут дать развитие людям? И даже Китай, да, император Си. Сколько ему лет? 78. Он уже тоже, насколько он дееспособный, недееспособный. И вся его партия такая же, там такие же пенсионеры тоже. Точно ЦК, политбюро конца 80-х с этими старцами-мертвяками, которые дохли один за одним буквально. Ну, это вот в этом говне мы и живем. Поэтому мир ждут серьезные события. И люди должны отказаться от национальностей. И люди должны отказаться, молодежь, новое поколение, от религий. Это все старые энергии и старые материи. Они все должны отмереть, чтобы освободить для новой цивилизации задел, фундамент. Вот их кости станут фундаментом новой цивилизации. Вот это то, что происходит. Я в это верю. Я в это хочу верить. И будет это через большую войну или через малую войну. Это не принципиально, но это произойдет. И я надеюсь, первой костяшкой в этом домино как раз таки будет Натаньягу. Потому что над ним уже тучи сгустились окончательно. И внутри Израиля, и уж тем более среди мирового сообщества. Его уже никто не может выносить. Терпеть его никто не может. Прогнозы очень неутешительные. Тем более на костях каких-то стариков, старперов. Вдруг будет организовываться новый мир. Не хочется, потому что оно гниение-то оттуда. Все равно будет пробиваться на поверхности, отравлять все молодое, новое население. Слой за слоем. Это же надо кости присыпать. И потом это самое. И каждый раз еще раз присыпать. То есть это процессы. Это все процессы. И дело же, я еще раз говорю, дело не только в людях, но и во всех организациях. Банки должны сгореть. Банки, пенсионные, страховые фонды должны сгореть. Потому что это тоже все старые энергии. Да, там все эти монстры, транснациональные компании, должны развалиться и обанкротиться, и быть уничтожены по кирпичикам. Это не только люди конкретно. Это полностью вся система должна пойти в разнос и должна быть уничтожена. И на этом пепелище мы создадим новую красивую цивилизацию. Пусть в этой цивилизации будет 600 миллионов людей, а не 6 миллиардов. Но это будет уже что-то совершенное более. Зачем эта масса нужна, если она не нужна? Банки могут, конечно, исчезнуть. Да, вы правильно говорите, что я тоже согласна. Швейцарцы уже, насколько я наблюдаю со стороны, они уже лет, наверное, 15, а то и больше, они упрятывают золото и золотые запасы, упрятывают гномы, по пещерам растаскивают. Я, кстати, узнал, что, оказывается, в Швейцарии 300 тысяч бункеров. 300 тысяч единиц бункеров. Сколько гор, столько бункеров. Потому что каждая гора – это бункер. Да, я как раз на эту тему обратил внимание. Поэтому в Швейцарии там даже сыры прячут в этих бункерах. И зерно, ну, я имею в виду семена, вот. И мед, мед же может храниться тысячу лет. И, короче говоря, швейцарцы в этом плане, и норвежцы, кстати, тоже, они подходят грамотно очень, поэтому они 100% переживут любой катаклизм. Вот. Ну, я надеюсь, что Северная Франция, Северная Италия тоже переживут это все дело. Вот. А, конечно, будут целые страны, которые уйдут в небытие и просто превратятся в такие пустоши, населенные ДНК, измененными псевдочеловеческими существами. Вот после радиации будут мутации, мутанты. Вот это весь ужас, который мы еще познаем. Чернобыль для человечества – это был всего лишь предупредительный звоночек. Вот весь ужас мы познаем после ядерной войны, которая будет хоть даже и небольшая. Потому что они, кроме ядерных зарядов, выпустят еще и биологическое оружие. А биологическое оружие плюс радиация, вот оно приведет, вот этот коктейль демонический, приведет вот к настоящим демонам на Земле, к этим мутантам. А мутанты-гибриды, они, кстати, не способны к размножению. Они не могут иметь потомства. Поэтому они будут кошмарить население лет 15-20, пока все не выродятся и не выдохнут сами. Но вот этот период может быть очень тяжелым. Спасибо, Рель. Бог так создал, что мутанты-гибриды, они не жизнеспособны. Спасибо, Рель. Редактор субтитров А.Семкин